Дорогие друзья, мы продолжаем беседу с гостями из стран Центральной Азии. Как вы знаете, во всем мире сейчас еще одна другая идея стала горячей темой. Это концепция китайской модернизации, которую выдвинул председатель Геннесси Тимпи в своем докладе на 20-м съезде ГАБГ. Китайская концепция включает в себя почти все аспекты. Уровень жизни народа страны, охрану окружающей среды, общественную безопасность, а также социально-экономическое развитие, конечно. Вы все, кроме Ирхамжона, вы только один год в Китае живете, а остальные уже много лет, около 7-8 лет в Китае живете. И видели, конечно, изменения, которые произошли в Китае за последние годы. Из-за увиденного, что оставило у вас самые яркие и глубокие впечатления, Ренат? Для меня самой, наверное, интересной сферой является цифровизация и технологии. Приехав в Китай, я заметил, что технологии развиваются семимильными шагами. И сейчас практически везде можно оплатить телефоном. Если ты хочешь путешествовать, можно заказать билеты, можно забронировать гостиницу, можно купить практически любой товар. Все можно сделать, используя свой смартфон. То есть Китай в этом плане, я думаю, оторвался от многих государств мира и ушел далеко вперед. И это впечатляет, потому что сейчас, выходя из дома, не нужно брать бумажник, не нужно брать деньги. Просто достаточно зарядить свой телефон, и этот телефон поможет тебе везде. Да, технология очень влияет на развитие инфраструктуры, как координатор рассказал. А Малика? Вот, я заметила, что в Китае транспортная система, она развивается очень быстро. Вот, когда я приехала первый раз в Китай, тут не было этого быстрого поезда, чтобы, ну, можно прям с большого города до каждого маленького города подобраться просто на поезде. Ну, причем он еще очень быстрый. Давно, чтобы мне из Казахстана поехать к папе на родину, он живет в Удене, мне надо сначала на самолете, потом еще на медленном поезде, и еще потом на машине. Тогда мы только доберемся до этого города, вот. А сейчас это очень быстро, вот, на самолете, и на этом быстром поезде я могу, ну, за день или, не знаю, там, за 12 часов уже доехать. Ну, как бы с одной точки до другой. Вот, мне кажется, да, это другой очень гигантский прогресс. Можно на личном примере рассказать. Я в 2010 году в качестве студента по обмену учился в городе Ланчжоу и ездил в Сиань путешествовать. И тогда путешествие из Ланчжоу в Сиань на медленном поезде занимало около 8 часов. Сейчас на скоростном поезде из Ланчжоу в Сиань можно добраться очень быстро, в пределах двух часов. То есть прогресс в сфере транспортных систем, транспортной инфраструктуры, прогресс просто огромен. И сейчас Китай впереди планеты всей в этой сфере. Китайские технологии скоростных поездов даже экспортируются за рубеж. Сейчас речь зашла вот о инфраструктуре. Джавахир, ты же по специальности именно управление проектами и хорошо знаешь о инфраструктурных проектах. Но расскажи, пожалуйста, какие изменения в Китае оставили у тебя самое главное, самые яркие впечатления? Одним из пунктов модернизации Китая является устойчивое и развитие с причинением наименьшего вреда к окружающей среде. До сегодняшнего момента Китай уже построил огромное количество солнечных электростанций, суммарная мощность которых равняется 72 гигаваттам. Которые больше, чем весь основной мир, вместе взяты. И куда бы я ни поехал, за пределы Пекина я вижу большие плантации ветряных электростанций. И это подчеркивает факт того, что Китай привержен к своим принципам и парижскому соглашению тоже. А Гагу, ты видела какие-нибудь изменения в других образцах, которые произошли за последние годы в Китае? Я хотела бы добавить слово про сферы образования. Как мы знаем, что во время пандемии Китай смогла найти выход даже в дистанционном обучении, сделать все для того, чтобы студенты могли изучать все, непрерывно продолжить свою учебу во всех сферах. И как мы видим, то, что у каждого университета была своя платформа, свой сайт, где выкладывали все ресурсы, которые для обучения, и где учителя и студенты смогли на онлайн формате общаться с друг другом. И в этом я хочу добавить про то, что между Китайскими универами и Турмейскими универами у нас были много конференций, даже в дистанционном режиме, и они могли обменяться опытами, еще обучениями, смогла это дать им много возможностей обучаться по-многому. Даже из-за пандемии учеба не остановилась. Это очень удобно, дистанционно даже, даже дистанционно удобно было. Спасибо, спасибо. А Ерхамжон? Я хотел добавить, когда я приехал в Пекин, я намечал то, что в Пекине есть такой проект, так называемый СМАК-сити. То, что вся эта инфраструктура, организация социальных проектов, все это гармонизуется с жизнью граждан. Граждан. Я хотел вот этот момент уточнить, когда вот в Пекине вот можете, когда вы будете погулять в парке, вот больше, вот, можно замечать тот факт, что вот, но сейчас города больше озеленяются, потому что многие это, это, паблики, производственных площадок переносится за город. Это, это помогает улучшить качество воздуха в Пекине. Многие говорят то, что вот 10 лет назад в Пекине вот, частоту воздуха пола низкая. Вот, сейчас вот, вот, вот можем наблюдать, многие вот партии вот организовали вот, и качество воздуха вот улучшается. И это тоже является один из вот лучших факторов в улучшении жизни граждан. Ярхамжон, ты много работаешь над национальным развитием и международными отношениями. Как ты думаешь, вот, какое значение имеет китайская матернизация для Китая и для других стран, особенно развивающихся? Другие развивающие страны, вот, сейчас изучают возможности, как можно применять, как можно изучить опыт Китая по развитию экономики. Я хочу сказать, что можно изучить от национального развития Китая. То, открыть экономики, вот, опыт экономии, во многом Китай направил свои возможности развивать экономики, начиная с производства товаров и направления своих товаров за рубежом. Как говорится, с локальными потребностями производства экономики. развивать свои технологические знания и опыт. Есть такая пословица в Китае, то, что если хочешь развивать свои экономики, сначала построй дороги. Отдельно подчеркнусь тот факт, что поддержка научных исследований и инноваций. Например, мы можем брать опыт Шинчжэня. Вот такие компании, например, вот, Тинцент, который развивал Вичат, и эта социальная сеть помогает людям улучшить качество жизни и облегчить их проблемы в жизни. И еще можем брать пример Huawei. Компания Huawei, которая нашла из ничего и стала мировым лидером в производстве технологических оборудований, включая вот смартфоны. Это вот в течение последних 30 лет город Шинчжэнь достиг с такого уровня, то, что в Китае сейчас является третьим городом, и ВВП города по населению составляет больше 30 тысяч долларов в год. Этот опыт дает многим развивающимся странам начать по-малому изучить опыт Китая. Это то, что не дает возможности прямо применять то, что Китай сделал. У каждой страны есть свои характеристики экономики. Что можно попробовать, что можно реализовать. Исходя из своих локальных состояния экономики, можно получить и изучить опыт Китая. И это тоже дает во многим сторонам развивать свои экономики. Как Вы, ВВП описали Китай в трех словах, Ельхамчжон? В трех словах я могу сказать так. Прогресс, инновация и гармонизация. Спасибо. Я хотела описать Китай с тремя словосочетаниями. Первое, это Китай импульс по большим возможностям. Второе, цивилизация во всех сферах. И третье, конечно, древняя культура Китая. Я бы использовал три прилагательных. Первое, гостеприимный, мудрый и динамичный. Я думаю, что первое будет мудрое. Мудрое? Мудрое Китай. Да. Второе, это быстрый, он развивается очень быстро. И третье, это уникальный. Спасибо. Я в свою очередь хотел бы отметить в первую очередь историю, потому что Китай славится своей богатой историей и долгой. Культура, безусловно, глубочайшая культура Китая, очень древняя. И развитие. Потому что Китай в плане развития действительно сейчас находится впереди планеты всей. Ребята, мне очень понравилась наша с вами беседа, в которой мы успели обсудить разные темы. Вам всем спасибо за то, что поделились с нами интересными мнениями и историями. Дорогие друзья, совсем скоро в городе Сиэм, провинции Шэнси, пройдет первый саммит Китай-Центральной Азии, от которого мы обязательно сделаем Туркия-депортаж. Поэтому не пропустите. До встречи.